Я встретил тебя, когда было поздно. Для меня слишком поздно, но ты меня все-таки спас, не дал мне уйти. Ты сказал, что я тебе еще нужен, что я тебе должен. Ты спросил меня, для чего я здесь был, для чего я увидел листву и звезды, и эти глаза. В тебе было все, Магомед и Иисус, в тебе был лунный туман и сверкающий Будда. Над океаном покоился Вишну, а свежим утром птицы улыбнулись Иегове и расцеловались с синего ладоней маленького Кришны. Я встретил тебя в конце пути, который стал вдруг началом. Началом. Началом дороги к тебе. И я назвал тебя Богом. И я сказал тебе главное слово. Это слово. Спасибо. 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 Бог моей новой галактики. Бог галактики света. И я упал в твой пронзительный свет. Алло. Я говорил, кому говорю. В Андреях. Хорошо, в Андреях. Какие сказки, я не пойму. Гормила. Про что там? А, да, 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 да. Ой, у меня сейчас совершенно нет времени. Художники. Художники. Прости меня, Бог мой светлый. Мне бывало грустно. Очень бывало грустно. Машенька, сколько? Это 50 всего. Я ищу, я пробую, я жду. Все время чего-то жду. Но я продолжаю писать свои сказки. Несмотря на что. Почему не знаю. Для себя, для друзей. Просто хочу. Сказки получаются странные. Но что-то в них есть. Говорят. Это была очень странная планета. Планета земляных птиц. Бог заселил ее только крылатыми созданиями. Но все они летали над самой землей. Очень-очень низко. Дело в том, что земля этой планеты никого не притягивала. Здесь все было наоборот. Сила притяжения действовала на земляных птиц сверху. Тянула их не вниз, а в небо. К звездам. Но они туда не хотели. Эта странная планета называлась Горнилла. Лучше так, чем мучить и тебя, и маму, и самому мучиться. Я долго думал, сыночек. Я старался. Но у меня не получается по-другому, сыночек. Я буду с тобой, всегда буду с тобой, сыночек. Никуда и никуда не буду. Па, ты не будешь со мной. Однажды красавица Ян был выхвачен стражами гармельского порядка из высокого звездного неба. Злостный нарушитель был назидательно распят под крестовиной одной из самых высоких ветвей шортана. Так высоко на этом страшном дереве не распинали еще никого. Сыночек, папа, тебя нету. Сыночек, я, наверное, вернусь. Я постараюсь вернуться. Одиночество Легко умереть Оправдать свое присутствие Творец творить Творчество Поиски смысла Да, алло. А когда вы хотите встретиться? Хорошо. У вас сколько времени вам надо? Ну, подъезда. Алло, алло, алло. Ну, хорошо. Квартиру, знаете? Заходи. Я вспомню, вот как визуально вспомню тебя, как бы забыл. Думаю, а кто, какой Андрей? Слушай, это вот Гармелы, да, про птицу. О, это гениальная вещь. Алик, это гениальная штука. Вообще уже давно ничего не притягивает, понимаешь? Да. Ну, что тут может притягивать? Все уже отталкивается. Что здесь делать? Ой. Но я другую пьесу хотел. Я прислал про портал пьесу. Про портал? У нас сложный театр. Это не я решаю. Экспериментальная сцена, вот эта, может там. А ты подойди к нему. Он как бы симпатизирует таким людям, которые приходят. Но ты говоришь, там юмор, нет? Там больше философия. Философия. Ну, может, это на философском факультете поставить. Жить и при этом творить. Сделать спектакль. Первый раз в жизни я смогу. Нам с тобой нужен результат. Мы должны оттуда получить бешеные деньги. Тот спектакль, который ты репетируешь, ты должен сделать, и мы должны это убедить. Если нет, тогда до свидания домой. Самое трудное и самое страшное, на наших глазах ты должен стать другим человеком. Эти штаны снимай сейчас же. Это очень сложный процесс. Для меня это половой акт. Это надо влюбиться, надо захотеть, надо соблазнить, погреть. Вот противно не могу близко подойти. Я иду, иду, иду к тому человеку, которого я должен сейчас уложить вот туда. Жизнь богаче любого вымысла. Это я. Я буду ставить спектакль. Я подбираю актеров. Нет героини. Женщина, которая ищет его, того самого. Встреча случайная. Но это же ты. Ты же она. Откуда ты появилась? Ты не актриса. Ну и что? У тебя прекрасная живая природа. Это же очевидно. Я не совсем понимаю, что там такая за роль, почему именно я вам могу подойти? Я доверяю интуиции. Мне кажется, у вас очень хорошая природа. Ну, хотя бы расскажите, может быть, о самом спектакле, о том, что там нужно играть. Где-то на юге существует некий портал, в котором люди выходят из системы условностей, из своей матрицы, навязанной обществом. Эти самые люди, они ищут себя и находят. Вообще не это близко, честно говоря. Значит, смотрите, ваша роль. Вы бросаете всё и уезжаете в это самое место, в этот портал, потому что вы на самом деле не удовлетворены. Вы ищите мужчину. Мне кажется, прям вот какая-то ваша история. У вас в глазах есть поиск. Ну, давайте я попробую. Откуда берёт свои силы высокая любовь, неизвестно. Но силы эти безмерны. Сражающаяся сия ясно вдруг почувствовала, что дух её любимого вот-вот покинет его распятое на ветвях тело. Вот-вот остановилось и замерло время. Любимого надо спасти! Ну, Наташ, пока в тебе сидит вот этот культурный стереотип, что сцена — это игра, нужно что-то играть. Ты фальши видишь? Ну, тут вообще везде фальши. Ну, вот этот цвет, ну, что он на меня лупит, вот прям синий и красный, я не понимаю. Ну, в природе же не так. В природе как-то всё более динамично, органично, естественно. Наташ, я понимаю, что в природе вообще свет, свет, всегда всё меняется. Лучки играют, бьют через листовую, но что я могу тебе здесь сделать — это сцена. Ну, как вот в гармиле у вас? Она там летит, сквозь молочные туманности? В гармиле всё происходит мало того, что на природе, в космосе. Вот, здесь всё происходит в этой коробке сцена. Но тут главное ведь органика внутри тебя, а не снаружи. Поэтому пока тебе трудно, но вот когда ты находишь органику внутри, когда внутренний мир не зависит от внешнего — это легко. «Раз», «Раз», «За промах здесь календаря, за анамелон бугры и хруст, за фонаря и янтаря совпасть искусство». «Раз» «Один, один раз! А-а-а, А-а-а! Раз! Ух-х-х! Ух-ты, ух-ты! Ух-ты! то я сейчас говорю текст, он реагирует, он, он, он. Раз, 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 друзья, я вас пригласил. Я пригласил вас сюда. Я пригласил вас сюда. Не просто так. Предсмотрите, что происходит. Когда я говорю, свет реагирует на мой голос. Причем он цветной реагирует и свет, и цвет. В путь. Давайте попробуем. Давайте попробуем. У меня какой-то блокнот там был. Тут что-то... Сколько надо? Так что же вы ищете? Я хочу любви. Бинго. И в честь вас зажигаются тысячи огоньков. Так что же это, любовь? Маля, еще раз. Андрюша, ты не... Вот объясни Бога ради. Она гадалка, она предсказательница судьбы. Кто я? А я, я, которая ищет. Я женщина, которая пришла искать. Ищет, верит. Очень рекомендовали, чувствует, что это та самая. А, я пришла как бы за помощь, за поддержку. Да, давай, давай. Так что же вы ищете? Я хочу любви. Как-нибудь из гримёрки очки принесёт мне, нет? Денис, ты являешься ведическим астрологом. Я в своей жизни заметил, что это работает. Нет, наиграл. Я живу здесь. Здесь ты просыпаешься от того, что у тебя за окном поют птицы. Смотри, другая интонация. Когда я говорю по-живому, когда я всё время рожаю. Здесь ты просыпаешься от того, что поют птицы. 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 Если ты проснешься на 87-м этаже какого-нибудь апартмент-билдин, то ты не почувствуешь этого. Ты ощущаешь вот этот вот... Я чувствую связь с природой здесь. Я чувствую связь с природой здесь. Ну, какая-то фигня получается. Сильную напряженность социума ты тоже ощущаешь? Я вспоминаю все эти 17 Wi-Fi-сетей. Я ощущаю все 17 Wi-Fi-сетей, которые вокруг моей квартиры. Я ощущаю всю электромагнитную радиацию, которая просто отовсюду, из всей проводки, там, замурованная в стенах. Я ощущаю всех этих соседей странных, которые слева, справа, сверху и снизу. Они говорят. Я их слышу. Умные, живые. Они где-то там, у моря. У них ваши лица. Но они не врут. Я ощущаю. Вот надо ощутить. Вот для тебя что это такое ощущаю? Это то, что... Да ты вообще не можешь жить так, понимаешь? Это все равно, что в кокосовый сок тебе все время добавляют какой-то пурген гребаный. У тебя все чистое, кровь течет, все чисто, ровно. Вдруг у тебя изнутри, ты чувствуешь, эта радиация, она все время, она кровь сгущает, она тебя убивает. И я же тоже пробую. Я же такой же, как вы. Но я пробую прожить. И это мой плюс. Я чувствую, что это возможно. Может, это возможно в другой реальности. Может, это мои мечты, но я это вижу. В чистом состоянии прекрасно можно находиться. А вас раздражают люди, которые не принимают наркотиков? Которые напереданный вами джойнт говорят, нет, спасибо. Я себе не враг. Почему же нет? И даже я сейчас не курю. Я сам сейчас даже не курю. А почему же нет? Даже сейчас я сам не курю. Даже сейчас я сам не курю. А я сам сейчас даже не курю. Я сам сейчас даже не курю. Свет этот, ну, странный какой-то для репетиции. Мы так радовались этому Свету, когда его придумали. Понятно. Так, это часть моей жизни. Я все время чего-то ищу. Что ты играешь? Подожди. Это часть моей жизни. Я все время чего-то ищу. Подумай, о чем ты говоришь. Это часть... Сейчас было нормально. Подумай. Моей жизни. И вспомни. Блин, да ты годами это ищешь. Я все время... Вспомни, как ты искала, сколько лет. Я все время что-то ищу. Вы это делаете. Совершенно верно. Вот вы туда направляете внимание. Потому что самое драгоценное, что мы можем отдать этому миру, это наше драгоценное внимание. Так вот, любить это, направить внимание и зафиксировать его. Позитивное внимание, это и есть любовь. Открываем блокнотик. Не хочешь что-то вообще получится? Слушай, Наташа, давай работать, родная. Вот забудь обо всем. Ты все время думаешь о себе со стороны. Это эго. Не надо думать о себе со стороны. Ты сейчас думай о том, что ты хочешь. Не слушай больше. Амалия. Как актриса может не думать о том, как она выглядит со стороны. Кажется, я тебя угадал. Она ищет того самого. Кажется, я тебя понимаю. Чувствую. Кажется, я тебя понимаю. 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 Кажется, я тебя Ernст. Доброе утро, боги и богини! Мы сегодня проведем божественную практику «Кольцо света», которое поможет нам познать Бога через секс. Вы теперь не женщина, не мужчина, вы теперь настоящие боги, вы теперь эта энергия, вы поднимаетесь выше и выше, вы вселенная, вы летите в этот космос на этой безумной энергии любви и наполняетесь ею. Поблагодарим это пространство, которое наполнено этой любовью и не боимся ее принимать, не боимся ее отдавать, потому что чем больше мы отдадим, тем больше мы получим. Открывайте свое сердце и вы будете всегда сильны, прекрасны и сексуальны. А мы сегодня будем меняться партнерами? А вы хотите? А почему вы так смеетесь? На самом деле смысл существования мужчины – это обмениваться энергией со своей партнершей. Мы же здесь для того, чтобы делиться любовью, а вот это все это от ума. Включите свое сердце, почувствуйте, и тогда вам будет не важно, кто партнер, важно насколько он силен и насколько сильна его энергия любви. Пока мы просто вот бутыхаемся в этом тексте, как цветки в проруби. Ты сейчас нервничаешь, ты нервничаешь. Очень. Но. Мне на сцене потом, извините, вот это вот все вот ложаться. Я же объяснял, ну господи. Вот у Бога только к репетициям не припутывай, ладно? Хорошо. Мы тут не об этом, мы из другого предсоюза. – Пошли, поехали. – Да. – Любовь, она мешает наслаждению. – Давай еще раз. – Любовь, она мешает наслаждению. – Сережа, ты лучше, ты, 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 ты уйди в мысль. Вот мы оставляем это тело кто-то в старости, кто-то в зрелом возрасте, кто-то, может, на мотоцикле разбился. Все равно идет такой, такой флешбек, такая промотка назад. И вся жизнь, она вот в виде таких картинок, прям стремительно проносящихся. – Сам момент выбора, момент этот выбора, он определяет следующий вход в тело, вот в этот момент жизни ты видел наслаждение. – Прожил, проиграл. – Нет. – Все всегда на фондах, у всех ничего не получается, а когда у актеров не получается, они чувствуют себя… – Да. – Кто в этом виноват? – А что? – Режиссер. – Да. – Режиссер виноват во всем. – А что же это? Будь готов, пожалуйста, дорогой. – Я тоже чувствую, как они фальшивят. – Они не фальшивят, Андрюшенька, они не понимают, что ты от них хочешь. – Они фальшивят. – Мы актеры, мы не можем нести мысли, мы можем нести действия. – Андрюшенька, просто пьесы никому не понятны. – А что ты хочешь сказать, не ясно? – Ку-ку. – Привет. – Привет. – Ты кто? – Я Макс. – А тебе говорили, что ты симпатичная? – Ах, Макс, как-то вы так все сразу быстро… – В Индии вообще все быстро, не успеешь желания загадать, и оно – фах! – Главное быть осторожным со своими желаниями. – А чем вы тут занимаетесь? – Немного работаю с людьми, но задаю людям вопросы… – Зачем? – Люди… – Человек всегда ищет ответы на свои вопросы. Просто нужно задать правильный вопрос человеку. – И помогают? – И помогают. – То есть это вы как бы из разряда тех самых гуру, которые здесь? – Да, мы. – В большом количестве. – Нет? – Нет. – А мне вы можете помочь? – Ты только шикарно выглядишь. Я даже не знаю, чем тебе я могу помочь. – Зачемizo. – Зачем elaborate – Субтитры сделал DimaTorzok Встречайте карманы штанишек, ключи, зажигалка и мелочь Родатка конечности нижних, но метко стрелять не умеешь Еще был лафет и таджанка, но двух недостаточно точек Ведь жертву не то чтобы жалко, ты просто плохой пулеметчик А зачем тебе это? Зачем ты ищешь Бога? Мне кажется, что в Нем очевидно сокрыта вся полнота бытия И если даже я буду только в процессе устремления к Нему Это уже есть момент совершенствования Считается, что когда душа оставляет этот мир, мы оставляем это тело Кто-то в старости, кто-то в зрелом возрасте, кто-то может на мотоцикле разбился Все равно идет такой флешбек, очень быстрая промотка назад И вся жизнь она в виде таких картинок, прям стремительно проносящихся И душа, она выбирает из этих картинок и целого ряда пестрого Самый-самый пик апоги наслаждения И вот именно вот этот вот сам момент выбора, он определяет следующий вход в тело Ты вообще-то здесь, насколько я знаю, артист, я вообще пришла просто случайно Ты что? Мне лечить не надо Я тебе... Нравится тебе наш мэтр, вот иди его лечи, чайку ему сделай Макс, слушай, вы все так себя ведете, как будто вот только я одна могу его успокоить Наташа Ты играю нормально, ты сам-то что, жуешь все время слова? Какой жуешь? Ты посмотри, как ты себя с ним ведешь Видно, сдалека все твои мотивы, намерения Слушай, Макс, это мое дело Вообще мои намерения очень чистые А это мое дело, хочу мочу Ты что ты меня вообще здесь успокаиваешь? Вот, Наташенька, у тебя все хорошо получается Ты мой партнер У тебя все супер, то есть как бы я твой партнер Слушай, Макс, успокойся, возьми себя в руки, ты что ведешь себя, как тряпка? Я твой партнер Ты тряпка или кто? Я твой партнер Ради чего все это? Ну, вообще, для чего ты создана мужчина и женщина, да? И мне кажется, как раз для этого пришло Для совместного развития Потому что, мне кажется, женщина может сама просто заблудиться в дебрях своих собственных ощущений, чушь Можешь сейчас закрыть глаза и попробуй увидеть своего мужчину Увидеть не его внешность, а его качество Макс, Андрей Александрович просто режиссер То, что я одеваю короткую юбку, кстати, она не очень короткая, потому что жарко Макс, у тебя совесть есть, в конце концов? Нету и никогда не было Можешь просто этот текст выучить, вместо того, чтобы его скручивать Ты читала этот текст, хочешь, я тебе его прочту? Помой! Макс! Я пошучу Что это такое? Я даже не успела его представить Я не могу с тобой работать, потому что ты мне нравишься Вот как можно с человеком работать, когда ты к нему испытываешь какие-нибудь... Или какие-либо... Макс! Кого вы хотите притянуть? Я написала порядка 30 пунктов, какого мужчины я точно хочу Но мне кажется, такого даже не существует, но я надеюсь, что он есть Чтобы найти, нужно точно знать, что это такое Тогда это можно найти Да, и у каждого это свое, видимо Нет Оно общее понятие? Конечно, любовь это действие, это глагол, так что же делать? Так это самоотдача, то есть когда... Самоотдача это самоотдача, поэтому и существует другое слово, самоотдача Жалость это жалость, потому что существует это слово, а существует слово любовь Соединиться и творить вместе Соединяться и творить вместе это отдельные действия, они в русском языке названы другими словами Соединяются Амари, у меня такой щенка, вот я не понимаю, что такое любовь Андрей, не взрывай мне мозг, умоляю Просто скажи мне, кто я? Кто я? Так, да? Спасибо за просмотр! água и слава Субтитры создавал DimaTorzok Если мы до сих пор не встретились, в этой жизни уже не встретиться. Ты ни на кого не злись, все по кругу большому вертится, но не меньше тем удивительный, значит выпадет нам с тобою шанс. Долгожданно и непредвиденно жаль, конечно жаль то, что не сейчас совпадем мы в пространстве и времени. И гуляя с тобою об руку, по цветущему саду райскому мы взойдем на большое облако и взлетим под небесным парусом. Искушению неподвластные, непогрешные, даже мысленно мы свободные, мы прекрасные, неразлучные дети истины. Не хватает такого света и чистоты в мире сейчас. Чувствуете? Мурашки потеют. Это хорошо. Спасибо вам. Музыка Музыка Может быть как-то поосторожнее все-таки с этим? Это я вам все намекаю. Не готов мозг тех, которые сюда приезжают на две недели. Они распадаются. Да, для тех людей это пропаганда. Да, это пропаганда, а не литература. Василий! Вы находитесь на службе у дьявола, Василий. Я вас поздравляю. В каком вы звании в этом войске? Да, это моя психоделическая пропаганда для людей, которые не приматы. Вы на службе у дьявола, Василий. Я вас поздравляю. В каком вы звании в его войске? Скажите, пожалуйста, что это такое? Что вы себе позволяете, Василий? Истории, которые рассказывают и выносят из трипов люди, они до скучности похожи. Потому что это тоже матрица. Я даже не знаю, пожелать ли вам удачи. Потому что у вас как бы на этой службе должны быть какие-то бенефиты. Когда вы сдаёте, так сказать, души падших в кассу, вы что-нибудь за это получаете? Как прям вот всё, вот душу в кассу? А как? Василий, ответственность. Нах. Здравствуй, моя Куба Дочь мотоциклиста Нечто вроде клуба Тех, кому за триста Триста это белка А ещё подлейте Здравствуй, моя белка И мозги на рейде Ну чё, какие мысли? Да какие мысли? Я пишу заявление и выхожу. Какие мысли? Я уже сказал. Ой, ну ладно, ребят, какие вы стали... Вот вообще, я не понимаю, когда это появилось? Содержание контракта? Когда мы... Мы репетировали по нескольку лет! Молча! Он постоянно на меня наезжает, что я наигрываю. Что я... В каком я вообще в УЗИ учился? Вообще не актёр никакой. А, ты, кстати, в каком УЗИ учился? Я только начинаю рот от кровати, он говорит, ты помолчил. Мне кажется, он не знает, что хочется, сам. Может быть, кто-то попытается выучить текст? А то все время гнать на него... Слушай, я бы выучил текст, но текст постоянно меняется. Он постоянно не знает, что он от меня хочет. Мне такое ощущение, что он конкретно съехал с катуши. Он ищет. Ну, у вас ни у кого не складывается впечатление, что он больной? Да, у меня складывается. А давай новый контракт пропишем. Ну, давай попробуем контракт, ну, я бы ищу. Слушайте, какие же вы деловые? А, ещё агентов своих приведите в театр. Слушай, ну, может, ради искусства. Но ради него. Вот, сразу видно, только человек в театр пришёл. Ради искусства ещё что-то хочет поперчить. Ну, если честно, это ещё мой первый спектакль. Если сейчас вы всё уйдёте, то у меня вообще ничего не получится никогда в жизни. Мы тут час ругаемся, а он где-то шляется. Где он? Вот кто нам это будет оплачивать? То есть, где он шляется? Пишет. Пишет он. У меня жена беременная дома ждёт. Сколько можно посидеть? Которая, Васенька, которая? Мужчина, тебя не сделай счастливой, услышь меня. Да потому что потом, через 4 года или через 40 лет, всё равно будет разочарование. Потому что он тебе не даст твоей душе. Я с кем разговариваю сейчас? Ну, я же чувствую, что он где-то рядом. Чувство обманчивое. Чувство обманчивое тебе ещё раз повторять. Чувство. Ну, я женщина, я живу чувствами. Как я могу жить одной головой? Я помню это чудесное, прекрасное чувство любви. Тот трепет внутри, который возникает. Вот тут самое ощущение какой-то глубины, какое-то просто необъятное состояние внутри. Мужчина, согласно закону Ману, это человек. А женщина кто? Женщина занимает положение промежуточное между собакой и человеком. Как безумен этот мир. Ты кого перед собой видишь сейчас? Я вижу перед собой эмансипированную, взбалмошную, безумную, недоученную, вот, феминистку. Класс. Это ты видишь часть меня, ту, которая сейчас отражается в тебе. У тебя мужчина, которому ты маниакально говоришь постоянно. Мужчина, мужчина, мужчина. Это такая мания, знаешь. Это на самом деле, это просто твоя жажда любить. Вот её взять за основу. Да. Вау. А ты знаешь, мне кажется, я знаю, что такое любовь. Ты понимаешь, любовь, она же, как сказал Шекспир, бежит от тех, кто гонится за нею. От тем, кто прочь спешит, бросается на шею. Попытайся сейчас вот развернуться, по Шекспиру сработать. Задано у вас всех. Надоели, достали вообще. Вот, вот, Серёжа, наконец, хорошие советы мне сказал. И в этот момент вдруг он сам придёт. Я хочу, чтобы мужчина был ещё мужчиной. В моём понимании, ты серёжа женщина. Каната образом особым. Её походка в лёгком платье Вся будто сделана сиропом В газированном автомате Она вот-вот уронит веер Или надушенный платок Достанет маленький пропеллер Воскрутит воздух в воду Для меня, подожди, посмотри. Я смотрю, что здесь место такое шикарное. Место классное. Для тантры нужно выбирать такое, знаешь, тантрическое. Да, я чувствую, он такое прям тут прокачанное. Вот этот вот рис, он такой прям. Так, что мы сейчас будем делать? Во-первых, расслабиться нам на тебе. Хорошо. Я к тебе пришла, потому что я тебе доверяю, да, ты мой друг. Я хочу сделать с тобой тантрическую практику. А ты хочешь? Очень. Очень. Мы будем с тобой создавать круг света. То есть я буду пропускать через себя энергию И передавать её тебе. Ты будешь её подхватывать и пропускать через себя. И таким образом создаётся круг света. По моим знаниям, которые я успела получить в Индии, Это самое важное, что можно создать между мужчиной и женщиной. Облачко. Не облачко, а поток вот этот. Значит, я поднимаю энергию из своей йони по всем чакрам И передаю тебе. Ты её берёшь, пропускаешь через себя и из лингама передаёшь мне. Откуда? Лингама – это то самое. Это то самое. Макс, блин, самец самый настоящий. Я не буду с тобой делать больше тантру. Всё, заканчиваем. Ну как я не могу чувствовать? Я только энергию начинаю поднимать с нижних чак на верхние, А ты мне, извини, лезешь под платье. Так они же меня поднимаются. Энергия должна подниматься у тебя, не отводим гам. Ладно, подожди. Чем всё должно закончиться? Давай, подержи. В тантре чем всё заканчивается? Тем, что ты чувствуешь, как через тебя вот эта энергия проходит. Так, и зачем это всё? Может, ты сможешь соргазмировать. Я не знаю, зачем это всё. Подожди, зачем мне оргазмировать рядом с женщиной? Когда я могу оргазмировать женщину? Вот просто объясни мне. Суть этой тантры. Вот мы прокачали это всё. А дальше что, я пойду? Куда? Я пойду по полю с поднятым кундалини? Ну, я не знаю, Макс. Я не понимаю. Но меня учили, что это просто раскрывается изнутри. Вот чакры, сердца, сердечная чака. Ну, хорошо, давай, мы сейчас всё это раскроем. А зачем? Ну, хорошо же. Чё, не хорошо после этого? Ну, ладно, давай ещё раз. Когда вы скреативите себя, когда вы создадите себя цветущую, фонтанирующую и так далее, и так далее, вот тогда случится то, чего вы хотите. На тоску зелёную только мухи летят. Только из позитивного заряда возникает позитивный приход. Вам вначале нужно подготовиться к этому салюту. Это самое важное. И сейчас ни в коем случае ничего не искать. Вы теряете энергию даже, когда мужчины, которые изначально к вам не готовы относиться как-то ответственно, там просто лапают вас глазами. Да ничего не понятно. Я не знаю, что с тобой делать, потому что ты мне не веришь, я тебя раздражаю, ты не идёшь в действие, ты не идёшь в мысль, ты всё время говоришь, Макс. Меня это злит, понимаешь, всё, я готов просто развернуться и уйти, но я и остаться хочу, и не могу. Так, вот ты можешь ещё один раз. Мы начнём работать с большими паузами, будем говорить своим текстом каждый раз с мысли, как я тебе и говорил, мысль, действие. А я как делаю? Ну как я делаю? Ну ты говоришь... Ты всё время тараторишь, у тебя во рту паша, ты всё время что-то говоришь, ты не действуешь, ты всё время мне произносишь текст, я не знаю, что с тобой делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты же с Максом знаком. Я чувствую, как-то немой мужчина. Я бы посерьёзнее кого-нибудь, более зрелого, выдержанного человека. А как профессиональную реализацию представляешь себе вместе с Максом? Ну, он даже меня как женщину, мне кажется, воспринимает больше вот с точки зрения сексуальной. По крайней мере, я так чувствую. Может быть, не то место, может, не то время. Да нет, ты знаешь, место самое то. Подумай о том, что во всей Вселенной такой закон есть, закон пустоты. Он о том, что для появления чего-то нового в жизни нужно освободить для этого место. Вы не хотите утонуть в материале, вы не хотите быть живыми. Живыми быть очень просто и классно. Я об этом вам говорю из репетиции в репетицию. Я не хочу ничего больше. Я закрываю этот проект. Весь этот мигающий, прекрасный, динамический свет мы посылаем в жопу. Сыночка мой любимый, это большой, странный, странный разговор у нас с тобой. Эта проблема только твоя, физиологическая твоя. Расширяйте свои возможности, расширяйте. Кто вас там достал? Представьте его перед собой. Пусть поднимется гнев. Все, что не позволяет вам быть самими собой. Пусть разрушится сейчас. О, не надо бояться, иначе это тебя разрушит. Разрушите эти стены, разрушите эти ограничения, растрясите их. Отпустите сейчас свое животное наружу. Встряхивайте весь мусор, всю пыль, которую накопили. Все свои убеждения, всю свою концепцию отпускайте. Снимайте маски, снимайте. Сколько можно их носить, спрятаться за ними, спрятаться свою натуру, живую, природную. Сейчас только высвободилась энергия, чтобы взлететь. Поднимайтесь над своими проблемами. Откройте глаза из вашего дара. Признавая свои чувства, двигайтесь за своим импульсом. Позвольте сейчас этой силе просто струиться через вас. Мягко струиться. Заходи, Наташка. Три дня нет человек уже в театре, но все репетицы не сорваны. И очень хорошо. Просто весь коллектив отдыхает. Почему так говорите? Но вы же сами его предложили. Вам же нравится его пресса. Ничего я не предлагал. Это он пришел. Он сумасшедший. Милая моя, я его прогласил совершенно не до этого. А для чего? Да чтобы он обиделся, что какой он дрель напит, понтал. Ну подождите. И вот он и вам голову замыгрочек. Ну там есть мысли реально. Ну как бы это продолжать. Люди, которые могут стать свободными. Какая мысль? А от чего вы свободны? Ну потому что мы все как... Вот душа наша как клетки сидит. А он написал как раз пьесу о том, как можно из этой клетки вырваться и полететь, как птица, как освободиться. Какая птица? Вы о чем? Какая клетка? Летер Иванович, но вы же читали. Ну и что же я читал? Очень плохая пьеса. Ну просто он меня реально позвал вот в этот спектакль, на эту роль. Ну кто меня еще куда-то возьмет? Ну кому я нужна? Я вообще просто с улицы абсолютно. Найдем мы тебе роль. Ну какую роль? Девушка, ты видна. Знаете что, я пришла к вам реально за помощью. Вот ты мне говорил, что Индия, вода. Что здесь я встречу с моим мужчиной. Я вроде хожу, я смотрю, я ищу, я не вижу. Ну что я делаю не так? Я могу тебе порекомендовать посмотреть на Луну. Главное ложись на пол так, чтобы Луна оказывалась не прямо перед взглядом, а чуть-чуть выше градусов на 15-20. Это тебя успокоит. Ты даже почувствуешь, как сердце биться будет медленнее. А ты нашел свою половину? Ты знаешь, нет. Я ее не ищу, правда. Ты не ищешь? Почему никто не ищет? Почему не я ищу? Ко мне сами приходят иногда, но... Денис, так может быть и нет настоящей любви. Все время какие-то компромиссы, подстройки. Нет места чувства этому, да. Понимаешь, у тебя в жизни виноваты коучи, я сейчас виноват. Тебе предложили опыт. С момента, когда ты на него согласилась, это твой опыт. Вот так всегда делают мужчины, они отказываются потом от своей ответственности. А ты всегда на кого-то хочешь взвалить все свои неудачи. Понимаешь, ты не определилась в жизни ни с чем, ни с того, что ты хочешь. То ты хочешь секса, то ты не хочешь секса, то ты флютуешь, то ты уходишь. Причем здесь секс вообще? Я тебе сразу сказала, я не буду с тобой спать. Да потому что ты человек, который не можешь определиться ни с чем, а потом обвиняешь в своей жизни всех, коучей, кого угодно. Да, я не суперчеловек. Отлично, и что? Макс, хватит на меня наезжать. Ты хочешь попрощаться? Что ты хочешь? Ты мне хотел помочь, ты мне не помогаешь. Ты мне знакомила с кучей друзей. Ты меня направила на кучу практик. И спать, а не тебе помочь. Да? Все, мне этого не надо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я волнуюсь, я переживаю, я не знаю, что произошло. Вас нет, никто не отвечает, почему. Руна, ничего не произошло. Оставьте меня в покое. Не трогайте меня. Все это пыль. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прощайся к себе. Эго надо вырастить, а потом от него отказаться. И тогда ты поймешь, что игра ума всего лишь игра. Ты живой. Иди, иди почаще в сердце. Ижи, старик, но и пасана, где ты можешь побыть в тишине. Иди, иди, иди. Иди, иди. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Namaste Namaste Субтитры создавал DimaTorzok Но страх был только в самом начале Через несколько мгновений все стало меняться На смену испугу пришел вдруг восторг Субтитры создавал DimaTorzok Сия, конечно, подумала бы, что она умерла, но нет Это было нечто совсем другое Что-то прямо противоположное смерти Господи, как же ей стало хорошо Хорошо Раз, 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 я говорю Я слышу свой голос Деревья, небо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА